всем привет это вторая часть обзора леруа мерлен сегодня мы с вами прогуляемся по уценочки смотрите какие крупные хвойники садовые растения по 250 рублей тут целая витрина уценки смотрите их мия 700 рублей и шлюмбергеры без цветочков 400 рублей крошки фаленопсис и 300 рублей чуть увядшие цветочки чуть осыпавшихся но корни все хорошие можно что-нибудь подобрать а вот желтый листочек ну да надо разбираться и крошка такая вишневого цвета похоже на мою бабочку найденную в прошлый раз корни все хорошие в общем то надо смотреть каждый экземпляр были видимо нежно-розовые цветочки смотрите какая она красивенькая и фаленопсис и стандарты больше всего попадается белых и таких фиолетовых 350 рублей красивые листочки с красной окантовкой вот совсем не видно корней и горшочек легкий легкий поэтому наверно она и застоялась вижу там розовенькие есть в общем то выбрать есть чего можно посмотреть здесь суккуленты в основном горшочек каждый подписан со своей ценой вот например пеппероми 150 рублей яркая варигатный с розовой каемочкой а вот каланхоя 70 рублей всего лишь немного подсохшие цветочки и так можно что-нибудь и подобрать герберы хоризонтемки вот морда не очень хорошее состояние и за что ее только уценили все на месте 300 рублей все листочки все все точки роста хорошее растение ледебуре вообще экзотика интересные листья с пятнышками ну да есть немножко подсохших 300 рублей вот все луковички все корни в порядке в принципе здоровое растение просто нуждается в заботе и уходе упал хиднофитом бедняга каудексное растение с листьями 200 рублей и здесь таких много вижу еще фаленопсисы мини и микро по 200 рублей вот это не микро это полноценный мини смотрите какой нежный цветочек размер хороший и тут сверху тоже интересные растения ну вот например сингала это просто розетка цветочек потерян но по факту просто фаленопсис 1000 рублей для оценки дороговато считаю лучше взять стандарт или мини который в будущем тоже вырастет хорошую розеточку а вот например 570 рублей филодендрон хорошая цена потому что растение в отличном состоянии я даже не вижу здесь засохших листочков может быть где-то механические повреждения но само растение в отличном состоянии ну а вот какой вариант 850 рублей а гланемка которые я вам говорила похоже на азиатскую очень яркая на темно-зеленом фоне красный красные вкрапления очень красивая тоже все целое даже вон цвести собирается можно что-то найти и наконец-то обзор фаленопсисов вот она витринка только-только их сюда вывезли я первая ура ура что я тут интересное нашла белая с рыженькой губой смотрите какие свежайшие ну конечно свежайшие и ничего даже не заморожено есть корни немножко подсушены но это даже хорошо вот какая нежность с рыженькой губкой все корешочки все бутончики все на месте хорошая чистая розеточка и вот такая белая с бордовым все корни в порядке можно выбирать любую есть вот такие яркие красотки тут очень много интересных вариантов вот смотрите крупноцветковая пестренькая до нее тяжело добраться но я стараюсь показать изо всех сил вот это цвет какой-то нереальный и очень мерцающий цветочек но мне кажется что у меня есть что-то похожее а так просто необыкновенный цвет нежный какой-то бежево-розовый необычный заходим с вами спереди мешается ящик большой со всех сторон пытаюсь подлезть вот яркие белые красотки есть яркие есть не очень вот это прям ярко и показалось что восковой цветочек но нет он обычный смотрите какие хорошечки вот там прячут желтенькую с малиновой губой очень нарядная такой цвет похож на лимон сочный крупноцветковая белорозовая нежность возвращаю все на место и снова пробираюсь теперь с этой стороны вот смотрите какая красотка а вот и розовый и какой-то вишневый и бордовый а вот розовая а вот здесь целый стеллаж цикламенов их выделили в отдельное место потому что очень много и я так понимаю тоже свежий завоз смотрите какие цветы розовый с рюшами 324 рубля красные малиновые белые с розовым смотрите какие необычные половинки лепестков разного цвета и очень понравились вот такие с зубчатыми краями необычные белые кажется с черным даже и красные бордовые 204 рубля поменьше вот такие розовые и нежно-розовые алые малиновые на любой вкус стеллаж для любителей цикламенов друзья я дома ух пробежалась по морозцу ух нагулялась получается до леруа мерлен и обратно в общей сложности пробежала два с половиной километра отличная бодрящая зарядочка на морозце надвигала маску по самые глаза чтобы не отморозить нос и видимо от испарения от влажности у меня вся тушь переместилась под глаза затем я принесла свои вот эти покупочки домой и пошла по магазинам в хозяйственный магазин в продуктовый и вот такая красивая обошла все магазины везде куда планировала зашла и конечно же никто мне не сказал что я такая красивая а домой пришла глянула в зеркало и обомлела представляете хожу такая с черными кругами и никто ничего не говорит все вежливые жуть так покупочки давайте разбирать ну как видите маленький пакетик ничего у меня тут не укутано нету никаких лялечек живых растений сегодня нету я тренирую силу воли хватит таскать меня с каждого обзора по растению иначе у меня скоро тут уже горшок воткнуть будет некуда они же все требуют пространство они же растут маленькие растения они еще кое-как тут влезают но вот представьте если они все раскидают вот так вот листья а вот эти а вот эти то тут вообще деточки крошечки им еще расти и расти в общем место надо экономить я держусь так что извините сегодня у нас без живых растений но покупки есть давайте разберем так что же я тут сегодня набрала вот давайте по чеку чтобы все точненько ну вот столько я прогуляла 560 рублей хоть из дома не выходи средства от вредителей тиовид джет 21 рубль очень мне нравится этот препарат потому что он и от вредителей и от грибковых заболеваний цена скромные 21 рубль плюс то что он виде порошка и можно дозировать на самые минимальные бутылочки хоть на разовое опрыскивание вот за что я люблю вот такие препараты в виде порошка за то что можно использовать часть а часть оставить на следующий раз я в леруа перебрала целую кучу препаратов вся всякие фитоверм вертимек их там целая куча и в основном вам плохо внутри то есть эту ампулу вскрыл развел и до свидания по сути на разовый получается препарат вот я стараюсь выбирать все что в порошках вот собственно и сам препарат в прошлый раз упаковка была другая но это не важно все эти тиовид джеты на основе серы вот она действующее вещество серов если там можно подумать что мои вредители привыкнут к одному и тому же препарату ничего подобного у меня препараты разные у меня есть и зеленое мыло и искра и медный купорос я использую вместе с зеленым мылом сегодня упомнишь что у меня фуфанон есть много чего есть но вот этот препарат мне нравится дешево сердито удобно люблю обрабатывать им новичков потому что сразу от всего дальше по списку вазон лукас размер 1 и 1 литр 40 рублей мы с вами их уже видели в каком-то там из прошлых посещений леро я показывала я приобрела один розовый один голубой или фиолетовый кому как нравится наверное фиолетовый больше и в общем мне очень понравились для небольших растений хоть как кашпу можно использовать хоть под орхидейки под все подходит и без отверстий что для меня прям важно важно 40 рублей вот такой вот кашпу симпатичная достаточно не маленькая и недорого 40 рублей прелесть я взяла еще но не дотянулась там такие высокие стеллажи с горшками следующий раз возьму дальше держатель для комнатных растений стрекоза на ветке розовая розовая так я стараюсь брать вот эти держатели да все конечно тут папа при лепилась конечно тут все по запуталась вот вот они так сейчас лишнее уберу чтобы это все было удобно разглядывать ну что тут ну как тут все по перепуталась ну как это так все происходит у меня так так ой все распутала вот они два типа зеленые и розовые уберем яркий пакет я стараюсь брать невзрачных цветов в основном я беру либо серый вот эти опорочки для цветоносов для растений либо зеленые чтоб под цвет листвует ну в общем максимум не яркий но сегодня я решила взять вот такую розово-фиолетовую точно такую же только в красивом таком окрасе для конкретного растения сейчас покажу для какого вот эти опорочки получается по 45 рублей что розовые что зеленые набрала по несколько штук я люблю чтобы у меня был запас на то они у меня кончились все вот эти коротенькие очень они мне пришлись к месту кстати потому что молодые орхидеи они не выпускают большие цветоносы и вот такие мне опорочки все разошлись по молодым орхидеям поэтому я взяла 4 зеленые и две вот такие розовые вот о ком я думала приобретаю этот держатель это корица варегатной формы и она у меня почему-то не стоит возможно повзрослеет будет хорошо стоять твердо но на данный момент она почему-то у меня клонится во все стороны я ее уже чем только не подпирала и решила ей предоставить собственную красивую опору раз уж она у меня такая шалтай болтай и пока что не имеет твердого ствола я даже не знаю будет ли она его в дальнейшем иметь потому что такого растения взрослого у меня не было я ращу ее с малыша и вот на данный момент она не стоит ну а розовую вот эту подставочку я и дала потому что здесь не будет никогда розовых цветов корица цветет белым и то не факт варегатная форма у предыдущей хозяйки не цвела вообще поэтому пусть он стоит такая украшенная и тем более розовый цвет есть на кашпо и пусть корица тоже будет стоять вот такая красотка по-моему здорово сочетается зелено-желтая такая варегатность и фиолетовая держалочка вот такая теперь она мне красотка и нам осталось еще одна позиция в чеке это держатели для орхидеи зелено 37 рублей у нас в ближайшем хозяйственном магазине эти держалочки по 90 рублей ну почему бы не набрать мне их в леруа тоже я вам уже их показывала ой конечно все позапуталась такие простые зелененькие тоже не сильно привлекающие внимание орхидеи у меня цветут мои любимочки красивочки радуют цветоносами и в скором будущем все это потребуется поставить как-то подвязать оформить потому что если не формировать цветоносы то они порой занимают место как два горшка как два растения занимают место поэтому я пришла к выводу что все-таки я буду формировать цветоносы и ставить их вертикально как в магазине и цветочки сразу все видно а то они куда-то клоняться куда хотят ток свету так низу под силой притяжения поэтому я все-таки буду формировать цветоносы и ставить их на опоры вот такая держалочка у меня осталась в доме последняя я решила что это не дело и купила еще четыре штуки очень мне нравится как они смотрятся аккуратно не перетягивая внимание и в то же время даже немножко украшаю все-таки красиво так на просвете блики светятся вот такие у меня друзья покупочки такие новости и мое времяпровождение как любителя цветов мы с вами на сегодня закругляемся я вас благодарю что составили мне компанию благодарю вас за дружбу и лайки желаю вам всего-всего самого хорошего успехов и удачи как всегда и пока пока до скорых встреч увидимся